Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинно-вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Седьмая деталь бактуса калитоскоп. Обратите внимание, деталь длинная, 47 петель, то есть вот эту часть, которую мы закончили в прошлый раз, надеваем на достаточно малое количество игл и вывязываем. Завершающий уголок. Посмотрите, тоже тут важный момент, у нас частичного вязания больше не будет. Здесь есть плюс и есть минус, это единственная деталь, которую мы вяжем с прибавками. Открываем, закрываем, плюс, минус, то есть с одной стороны мы делаем скос, с другой стороны мы делаем скос внутрь, то есть таким образом наша деталь внутрь, выполняется со скосом внутрь, то есть мы таким образом завершаем вот это вот закругление, закругляем ее еще больше, поэтому здесь прибавляем, здесь убавляем, закрываем, открываем, никакого частичного вязания нет. То есть мы берем цвет и выводим его просто в точечку со скосом в одну сторону, скос точно так же пойдет в другую сторону. Открываем плюс, закрываем минус. Убавка выполняется любым способом, который вам приятен и понятен. Мы этих убавок сделали на этом бактусе уже достаточно много. Прибавка выполняется тоже абсолютно любым удобным для вас способом. Можно декером пересаживать, можно делать обвив, как хотите, вот как вам нравится, как умеете, как вам комфортно. Самое главное, чтобы край не был сильно рыхлый, мы все равно в следующей части будем с вами обрабатывать все края. Поэтому если у вас есть где-то какие-то ступеньки, либо какие-то шероховатости, мы их все закроем в следующей части. А сейчас седьмая деталь, она очень длинная, обратите внимание, 101 ряд. В отличие от предыдущих, где 40-50 рядов, эта часть такая длинная, тонкая, поэтому не перетяните, сильно много грузиков навешивать не нужно. Спокойненько надеваем на малое количество петель и с одной стороны убавляем, с другой стороны прибавляем, пока не выходим в нолик. Так, в точечку. Идем, провязываем. Вот такие заломанные уголки у нас с вами получились. Идут навстречу друг другу, получается подковка. Вязание завершено, то есть мы деталь закончили. Осталось только оформить по периметру наш бактус и он будет готов. Продолжение следует... Продолжение следует...